Сегодня в гости мы пригласили Андрея Ивановича Болсуновского, известного в городе предпринимателя, человека, который попал, я не знаю, можно сказать, под раздачу на эту неделю, предстоящую выходу. Мы хотим узнать поподробнее, как предприниматели будут жить эту неделю, ведь нужно отправлять всех сотрудников, оплачиваемые отпуска, говорится о том, что дается какая-то отсрочка платежей, налогов и так далее. Вот во всем этом хотим разобраться. Ну и вообще какую-то оценку, может быть, вчерашнего послания? Ну и на самом деле я это лично вообще не считаю, что что-то изменится в ближайшее время, на самом деле. Более, прямо скажем, не информативного, в частности для бизнеса, для малого бизнеса, наверное, обращения президента еще не существовало в нашей стране, потому что я вот со всех сторон пытался там чего-то как-то там примерить на сегодня существующий бизнес, на чей-то, причем я достаточно много общаюсь, прямо скажем, с предпринимательской общественностью. Я вообще не увидел никаких преференций. Более того, не знаю, какая была задача на самом деле, но у меня складывается впечатление, что она была какая-то не самая конструктивная, потому что ничего, ни один из моментов, которые подчеркнул президент, на самом деле, он никак не облегчает жизнь малому бизнесу, по крайней мере. Чем осложняет? На самом деле я не думаю, что чем-то осложняет, по той простой причине, что мы все уже прекрасно понимаем, что ждать то, что мы видим последние 3-4 года, малому бизнесу в нашей стране, ждать особо и нечего. То есть выживают именно те, кто там барахтается, пытаются что-то сделать, ни на кого не опираясь, не обращая особо внимания никакого там на какие-то внешние моменты. Только у тех предпринимателей, собственно говоря, есть возможность выжить. То, что у нас сегодня, то, что было озвучено во вчерашнем обращении, если его рассматривать по пунктам, то я, ну, прямо скажем, я в чем-то разбираюсь, я далеко не дурак, да, я считаю, но я вот, например, не могу понять, зачем нужно было говорить про какие-то осрочки по налогам, когда малый бизнес никаких налогов в это время не платит. Законопослушные предприниматели уже все заплатили в первом портале. И поэтому до следующего года, за исключением ЕНВД, там, копеечного, и в них мы ничего не нужно платить. Поэтому говорить сегодня об осрочке платежей по налогам, я считаю, что это было даже в определенной степени некрасиво. Что сегодня происходит, если разговаривать, говорить примирительно к нашему региону со снижением ставки по страховым платежам? Это то же самое. Ни для кого не секрет, что у нас сегодня минимальная заработная плата более 20 тысяч рублей с учетом коэффициентов. И 90% у нас сегодня сотрудников в малом бизнесе, они все работают на минимальной заработной плате. Поэтому никаких, соответственно, снижения нагрузки по страховым платежам тоже бизнес не почувствует. И, в общем-то, я пока вообще ничего не заметил, честно. Ну а финансовые потери будут какие-то в связи с тем, что придется штат сотрудников, какой он, кстати, отправить в отпуск? Финансовые потери, я думаю, что будут вообще у всех на данном этапе. Понимаете, обойтись, когда в мире практически происходит общий мировой кризис, без финансовой потери это дело пройти не может. Но если разговаривать, допустим, про предприятия малого бизнеса, которые работают в сфере услуг, и которые не прекращают работу, допустим, на эту же неделю, да, я не очень понимаю, чего добивалось в этом случае, чего добивалось правительство в этом обращении. Если я правильно понимаю, если я был, если я законопослушный гражданин, я должен быть работающим сотрудникам, которые продолжают рисковать, по большому счету, и продолжать обслуживать там, работать, работать с населением, обслуживать людей, мы должны за счет предпринимателей, естественно, в два раза увеличить, оплатить в двойном размере эти рабочие дни, чтобы в определенной степени, когда вот в этой вот ситуации, то, что происходит в стране, это достаточно абсурдно. Сначала мы придумываем работу сотрудникам хоть какую-то, потому что на фоне общего снижения там потребления, да, и фактически уже сложившегося кризиса какого-то определенного потребленческого, мы сначала им придумываем, пытаемся их удержать, удержать, не отправить, не сократить, не прервать договора по своей инициативе, потому что всякие существуют формы взаимоотношений, для кого не секрет, у работодателя, с клиентом, ой, с сотрудником. Сначала мы их сами пытаемся каким-то образом удержать, как-то им помочь, а тут теперь еще и государство пытается это сделать, но за наш счет это очень некрасиво. Но и, если можно коротко, следующую неделю Андрей Иванович Болсуновский дома проведет или будет работать? Андрей Иванович Болсуновский не может себе позволить провести следующую неделю дома, так же, как, наверное, 95% наших предпринимателей нашего города. А вот предпринимателей или простых граждан, давайте посмотрим на экран, мы сегодня проводили опрос среди наших зрителей, вы уже придумали, как пройдет следующую неделю, вот, пожалуйста, 70% ответили, что будут сидеть дома. Правда это или нет? Это радует. Так а 30% все-таки будут выезжать куда-то сюда. Но это вот непонятно, на самом деле, кто тут сказал правду или нет.